Добрый вечер, в прямом эфире Atomicent Business Channel, программа «Время говорить». Сегодня у меня в гостях Максим Кононов, заместитель исполнительного директора Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана. Максим, добрый вечер. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о проблемах в угольной промышленности, о некоторых, скажем так, проблемах по итогам совещания, которое было не так давно в Национальной палате предпринимателей, с участием всех игроков этого рынка. Наверное, начнем с ценообразования. Это один из таких, ну, для общества, может быть, да, социально важный, один из таких горячих вопросов. От чего зависит цена на уголь и почему, допустим, вы говорите, что антимоноподемалистам стоило бы немножко пересмотреть, да, вот систему, по которой они разрешают или запрещают повышать цены на уголь? Да, ну, надо, наверное, вначале сказать, что вообще уголь – это такой достаточно специфический товар, как с точки зрения в целом экономики, так и с точки зрения того же антимонопольного органа. Потому что все практически угольные предприятия, те, кто добывают уголь, они в своем регионе, как минимум, занимают монопольное положение. То есть кто-то стопроцентный монополист, кто-то там вместе с отдельными компаниями является доминантом. Поэтому, естественно, еще также учитывая, что это и социально значимый товар, цены на уголь всегда находятся под самым пристальным контролем и со стороны антимонопольщиков, и со стороны отраслевого министерства, потому что уголь также является мультипликатором для других отраслей через электроэнергию. То же самое. Ценообразование на уголь, я бы не сказал, что является тайной. Это достаточно прозрачная схема. Есть те затраты, которые постоянные, есть затраты переменные. Затраты переменные, наверное, с этого надо начать. Они, естественно, так же, как и все затраты, имеют свойство расти в последнее время. Причем ежегодно, да? Ну, естественно, ежегодно, особенно с учетом таких событий, как отказ от ценового регулирования на дистопливо. Угольная отрасль является одним из основных потребителей дистоплива. Также с учетом того, что курс в тенге практически в два раза упал. Угольщики, они основной объем все-таки реализуют на внутреннем рынке, то есть в тенге. И поэтому, естественно, рост всех этих затрат, он сказывается на цене с разреза, так называемой, то есть у самого производителя. При этом у антимонопольного органа всегда есть доводы в пользу того, что это может рассматриваться как злоупотребление своим доминирующим положением, как сговор. Но здесь надо очень внимательно, на наш взгляд, разбираться, потому что есть целый ряд факторов, которые очень легко эту ситуацию объясняют. Во-первых, все практически угольщики повышают цены одномоментно не потому, что они сговорились, а потому что просто у них контракты перезаключаются каждый год. Соответственно, как только срок действия прежнего контракта истекает, они в начале года заключают новый. А по антимонопольному законодательству это является одним из оснований для того, чтобы признать их действия согласованными. То есть если они в один период, в течение трех месяцев подняли цены, это уже признается как согласованное действие. Также если они публикуют где-то на сайтах информацию о ценах, а я повторюсь, информация о ценах, она в принципе везде доступна, считается, что они знают о своих действиях, и это является еще одним подтверждением того, что они сговорились. На самом деле у них просто растут затраты, и они пытаются хотя бы как-то поддерживать тот уровень прибыли, который у них есть. А уровень прибыли этот тоже, нужно сказать, он не такой высокий, как может показаться. Ну какая маржа примерно? Ну о марже какой-то общей говорить сложно, но я не думаю, что в среднем она превышает 15%. Вообще цена на уголь, она все-таки основная маржа, она формируется за счет посредников, об этом все, включая антимонопольщиков, знают. И, наверное, если есть намерение контролировать рост цен, то это должно происходить уже на стадии реализации последующих. Начинаться с посредников, да? А вот что предлагаете вы, как решить эту проблему? Насколько я понимаю, там есть некоторые предложения на законодательном уровне что-то там закрепить, например, корреляцию с инфляцией или еще что-то? Ну да, мы предлагаем, во-первых, антимонопольному органу на это все еще раз внимательно взглянуть с учетом того опыта, накопившегося уже по этому вопросу, который есть, и принять какие-то взвешенные решения, которые бы позволили не пытаться каждый раз угольщиков наказывать за то, чего нет. А мы даже не говорим о ежегодной индексации цен на уголь. Это, наверное, тоже было бы не совсем правильно. Но в части обоснованности повышения рассматривать их затраты именно с той точки зрения, что они напрямую связаны с происходящими в экономике процессами. То есть затраты растут по объективным причинам. Это надо учитывать. И просто так каждый раз открывать против них расследование и разбирательство, наверное, неправильно, потому что это отнимает как время, так и нервы. Но жизнь каждый год дорожает в любом случае. То есть я так понимаю, что все равно это будет неизбежная ежегодная индексация. Ну, опять же, это не индексация. Это просто тот естественный процесс, который происходит каждый год. И антимонопольные органы, на наш взгляд, должны как-то с большим пониманием к этому вопросу относиться. Возможно, должна быть даже какая-то методика, которая будет позволять признавать те или иные затраты обоснованными или нет. Вот это было бы, наверное, правильно. То есть это какая-то мировая практика? Это не мировая практика. Это скорее с учетом сложившейся казахстанской практики. Потому что уголь, как я уже вначале сказал, это достаточно специфический товар. И как раз-таки его специфичность заключается в том, что все хотят контролировать цены. Естественно. И уголь в том числе, как мы уже говорили, это достаточно социально восприимчивый продукт. Еще вопрос к цене. Это, я так понимаю, тоже обсуждалось о том, что с прошлого года на бирже обязаны торговать некоторым количеством угля производители. Это даже не с прошлого года. Это с 2011 года, на самом деле. Такая практика есть. Есть у нас перечень товаров, которые в обязательном порядке должны реализовываться через товарные биржи. Туда как раз с 2011 года попал уголь. То есть в этом году своеобразный юбилей. Пять лет, как уголь там. Мы все это время пытались пояснить уполномоченному органу, что биржевая торговля, она должна быть всего лишь площадкой. И площадкой добровольной. Какие аргументы были у регулятора, чтобы уголь был на бирже? Аргументы были простые. Это то, что это позволит избежать вот этой цепочки посредников. То, что это сделает цены прозрачными. Ну и это позволит развиться биржевая торговля. Об этом тоже в открытую все говорили. Но мы по истечении этих пяти лет можем уже, наверное, с уверенностью еще больше сказать, что это не привело ни к сокращению количества посредников. Цены, они в принципе, как были прозрачными, на наш взгляд, они от этого более прозрачными не стали. Биржевая торговля в Казахстане, наверное, уже достигла того уровня, когда от таких административных методов ее развития можно отойти. То есть само существование этого перечня, оно на сегодняшний день, наверное, является нецелесообразным. А тем более в отношении угля, который вдобавок ко всему уже сказанному, еще и подорожал за счет маржи, которую получают брокеры биржевые. А есть информация, сколько брокеры закладывают в среднем? В среднем это порядка 2-3% от стоимости. Ну, эти 2-3% они могут показаться не такими значительными, на первый взгляд. Но учитывая, что ежегодно у нас через биржи порядка 5 миллионов тонн угля проходит, легко достаточно можно посчитать, что это серьезные суммы. И все это, естественно, ложится на плечи конечного потребителя, потому что ни один предприниматель себе в убыток работать не будет, в том числе и посредник, естественно. То есть они просто перекладывают это в конечную цену, тем самым конечный потребитель оплачивает услуги брокера, без которого, в принципе, можно было бы обойтись. Ну да, но на бирже не обойтись, но имеется в виду в обход биржи, да. Вот вопрос, вы говорили о том, что там есть ограничения на бирже по объему продаж. То есть там можно, если там свыше 3 тысяч тонн, тогда вы обязаны покупать на бирже? Да, в этом перечне написано, что все объемы, все партии объема свыше 3 тысяч тонн должны в обязательном порядке реализовываться через товарные биржи. А как тогда весь остальной объем, который, да, вот мы говорим о том, что 5 миллионов тонн на бирже продается, а весь остальной, получается, люди дробят, или как вот, чтобы напрямую выходить? Ну, знаете, как говорится, из любой похожей ситуации есть легкие выходы, да, можно просто раздробить эту партию. Но на самом деле стоит сказать, что угольчики этим не занимаются, потому что это повлечет еще, может быть, большие затраты на транспортировку и так далее. Поэтому все пытаются добросовестно эти предписания исполнять и продавать уголь через биржу. Ну, а насколько это нужно, мы все-таки еще раз этот вопрос сегодня хотели бы задать. Ну, и вот, как бы, угольная промышленность – это все-таки тоже недропользователь, да, очень много сейчас обсуждений горячих идет именно по налогообложению, я имею в виду НДПИ. И к чему, ну, есть какой-то диалог сегодня? Диалог, безусловно, есть. Нужно отдать должное Министерству национальной экономики. Созданы всевозможные площадки для обсуждения работы по новому кодексу налоговому, который в следующем году, мы надеемся, будет принят. И, в частности, по недропользованию, конечно, очень много вопросов. Это также объясняется тем, что параллельно идет работа и по кодексу о недрах. То есть эти два кодекса, они будут приняты… Неразлучны. Да, они, конечно, неразлучны. И более того, они напрямую друг на друга влияют. То есть те реформы, которые подразумеваются в недропользовании, они напрямую влияют на порядок налогообложения. Без этого никак не обойтись. Ну, насколько я знаю, какое-то, скажем так, встречное движение от Министерства национальной экономики было. Мы обсуждали уже и то, что господин Бешимбаев, министр, заявил о том, что будут льготы, правда, я так понимаю, еще неизвестно какие для недропользователей. Кроме того, вы говорили о том, что уголь, который, допустим, вывозится на экспорт, он как-то по-другому будет облагаться налогом, нежели тот, что остается в Казахстане. Нет, уголь, который идет на экспорт, он в настоящее время облагается по-другому налогом. Но у этого вопроса есть своя предыстория. Это было сделано для того, чтобы не увеличивать цену угля на внутреннем рынке, поскольку уголь является мультипликатором, и налоговая нагрузка была переложена на экспортеров угля. С нашей стороны, со стороны угольщиков, возражений нет. То есть это действительно нормальная практика. Если бы налог распространялся еще и на те объемы, которые реализуются внутри страны, просто поднялась бы, опять же, конечная цена угля. Ну, получается, что экспорт, скажем так, он чуть-чуть меньше выгоден будет, да? Ну, знаете, экспортные поставки, они, как правило, идут по более высоким ценам. Просто с этого надо начинать. Они коррелируются с мировыми? Они, да, ближе к мировым, потому что это все-таки надо смотреть в масштабах мировых. А внутренние поставки, они, как мы сегодня уже с вами отметили, они по ценам очень сильно регулируются и со стороны антимонопольных органов, и со стороны полномоченных отраслевых органов. То есть на внутреннем рынке цены угля максимально низкие, а на экспорт регулирования нет. Ну, у меня, наверное, завершающий вопрос, да, он касается экспорта, это тоже достаточно важное направление, скажем так. Кто сегодня рынки сбыта для казахстанского угля, ну, помимо России? Ну, Россия, да, это исторически самый крупный потребитель казахстанского угля, но сегодня есть перспективы отгрузок и в страны дальнего зарубежья, это и Япония, и Польша, но тоже есть несколько нюансов. К примеру, поставки в Японию в какой-то момент даже прекратились просто потому, что наши компании не смогли пройти через российские порты. В российских портах они столкнулись с требованиями продавать уголь трейдерам, для них были созданы совсем невыгодные условия, то есть это высокие тарифы обслуживания в портах. Ну, эта проблема решается, мы даже по этому вопросу обратились в Евразийскую экономическую комиссию, чтобы они помогли разобраться, потому что у нас созданы все условия для развития экспорта, чему способствовало и принятие договора в Едином экономическом союзе. Но вот такие вот небольшие детали случаются и портят общую картину. То есть они не позволяют казахстанскому экспорту, может быть, развитию новой рынки сбыта и та же Япония. Мы будем надеяться, что действительно будет понимание. Спасибо вам большое, Максим, что уделили время, пришли к нам на интервью. Напомню, это была программа «Время говорить». Сегодня мы говорили о проблемах угольной промышленности. Всего доброго.